Консультации. Вот как ты видишь наши консультации? В плане нашей консультации, как я вижу, в каком варианте? Ну вот смотри, к нам человек обращается за помощью. Он заходит на сайт Сабрешин, заполняет заявку. И очень часто, когда человек обращается к нам как к врачу, и у него в голове мысль, вылечите меня. Так это еще хорошо к врачу. Как к врачу? Это еще хорошо. А очень часто обращаются как к волшебной палочке. Да, наколдуйте мне. Наколдуйте. Наколдуйте, махните и сделайте за меня. И очень часто, когда мы просто тупо заставляем людей читать то, что написано на Сабрешине, для того, чтобы они ознакомились с условиями нашей работы, для них это бывает открытием, очень часто мы заставляем перечитать тот договор, который они автоматически подписывают, соглашаясь на сотрудничество с нами. Ключ автоматически, да. Вот это автоматически в последнее время, оно начало напрягать, например, меня изнутри, после мира мертвых, у меня изменилось восприятие. И я во многих вопросах, если раньше я говорила, ну ничего, человек, ну сейчас, значит, потом разберется. Не догнал сейчас, потом догонит, да, время, время, вот это время давалось человеку на том, что ну сейчас не сделал, но ему же полегчало, значит, потом сделает. У него же есть разум, он же это сделает. А после мира мертвых переключилось восприятие. Вдруг пришло осознавание. Вот получается, мы человеку, вот этот человек обращается, мы ему даем время, мы снимаем острую боль. Это как в скорой, когда ему больно, он не может включить разум, да, у него все направлено внимание только на боль. Ты человеку даешь облегчение 3, 4, 5, 6 месяцев, и человек за это время ничего не делает. Он даже не прочитал то, что должен был прочитать еще до того, как заказывал. Он не смотрел ни одного видео, он не работал, он не делал практик. Максимум, когда снова начинает возвращаться боль, он начинает писать, я же зеркало делал, но я не могу себе сказать люблю, поэтому я говорю себе, как я себя ненавижу. Или еще какую-нибудь тупость. И ты читаешь вот такие тупости, гнилые отмазки, и понимаешь, человек ничего не делал, ничего не менял. Человек ни на секунду не взял ответственность за свою жизнь на себя. И при этом вот это время, что ты ему дал, когда ему было не больно, и он мог работать. Он его профукал. Он его профукал. И он ждет, что ты ему дашь второй раз, третий, четвертый. Ну это вот как камушек на дороге. Так раз подвинул, а потом еще раз подвинул. А потом опять подвинул, да. Да, и ты его будешь двигать. А парадокс в том, что психика не дает двигать. Вообще, очень интересное состояние парадокса. С одной стороны, ты не можешь вылечить человека, пока он не разовьется. С другой стороны, ты можешь вылечить человека прямо в моменте здесь и сейчас. Ты можешь выключить у него заболевание. Но по парадоксу, пока он не разовьется, психика будет включать это заболевание. И таким образом, его жизнь превращается в режим тык-тык-тык-тык-тык-тык. Его зациклило, его заклинило. И получается, что ты... Он идет в туалет, какает, ты моешь ему жопу. Он какает, ты моешь ему жопу. Вот какает, моет... А психике это его не нравится. И твоей не нравится. И до него никак не доходит, что сам... Научись мыть жопу. Да. И получается, что вот теперь, когда эти вещи видишь, понимаешь, что вообще нет смысла работать с людьми, которые не понимают, что им надо научиться мыть жопу. Кстати, об этом говорит и официальная психотерапия. Она говорит, человека надо научить. Научить мыться. Научить убирать за собой. Научить работать в определенных психических состояниях. Научить благодарить. Научить. Научить убирать за собой. Об этом говорит даже официальная медицина. Наверное, ее тоже заколебала. Да, то есть, когда ты за человека делаешь, а он все равно... Научись не грязнить. Научись жить в чистоте. Научись убирать свою психику сразу. А для этого надо начать учиться. И вот здесь у меня иногда возникает ступор. Вот опять-таки, это все после посещения Мира Мертвых. Так восприятие изменилось. Вот читаю чат мам. Мамы работают, они молодцы. Там вообще идет движуха. И при этом достаточно часто читаешь. Ну как мне проработать подавленную слость? Ну как мне простить его? Ну как мне проработать обиду и вину? И ты так читаешь, это как? И понимаешь, каком кверху. Просто каком кверху. Так даже слово какое, как? Как. Ты продолжаешь какать под себя. И твой вопрос, как, это равно, идите и уберите за мной мое говно. Нет, дорогая. Пошла и драться. Это ты кричишь, как ребенок вот этот грудной маленький, который на каков в горшочке зовет мама. И кричит, кричит, да. Вот это точно один в один. Мама, приди. Прикиньте, на каком уровне человек. Да, вот это уровень развития сознания человека, взрослого. И получается, до тех пор, пока ты его не научишь вытирать попу, нет смысла вообще убирать его горшок. Пускай какает бесконечно туда. У него понос. То есть вот этот момент, он стал настолько очевиден, потому что ты осознаешь, насколько быстро психике может надоесть эта игра, она может вообще убрать человека из жизни. Она его просто в одно мгновение может выкинуть из жизни. То есть вот этот вопрос как, он может быть фатальным буквально в течение нескольких дней. Когда ты это осознаешь, то ты понимаешь, сперва поставь поезд на рельс и пускай катится. А потом делай консультацию. Потому что иначе ты причиняешь добро человеку. Причиняешь добро? Да. Иначе ты причиняешь добро. Ты человеку помог, дал ему эти полгода, и он за эти полгода насрал больше, чем было. То есть во вред получается. Во вред получается. Потому что у человека, даже если вот ты убираешь полностью, да, и у человека проходит одно заболевание, у нас же есть такие случаи. Вылазит совсем другое. Вылазит другое. И человек на это заболевание, он, да, откликается, и он подхватывает, подхватывает. И несет к нам снова. И говорит, ну вот это прошло, а теперь вот это возьмется. А теперь вот это, да, сделайте. Тогда у меня был понос, теперь у меня золотуха. Да. И можно так играть бесконечно. Но на самом деле его психика на это реагирует. И она реагирует, что мы причиняем добро человеку. И вот сейчас, когда смотришь на это, понимаешь, сперва человек должен начать работать. Двигаться. 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 Он должен как минимум знать, прочитать наши книги. Как минимум какой-то курс пройдет. То есть мы видим, что этот человек действительно идет в курсе хотя бы даже нашего инфодайвинга. В курсе. Даже в курсе подхода. Да, подхода даже. Только тогда можно ему делать консультацию. Только тогда. Поэтому вот вопрос разворота вот этого включения человека. Как это сделать? Надо думать. Потому что на сегодняшний день, вот я в этом месяце, я многим людям отказала. Когда мне писали и просили подать заявку, я сказала нет, 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 нет. И я понимаю. Потому что уже по фразам чувствуется. Да, да. Я просто начинаю читать вот то, что человек мне пишет. И я не хочу с ним работать. Я не хочу причинять добро. Да. Да. И вот осознание, то понимаешь, когда, вот если ты возьмешь там три года назад, два года назад, год назад, у нас не было в записи материалов, по которым человек мог подвигаться. Человеку было тяжело. Не было книг. Человеку было тяжело. Сегодня человек вот эту часть может делать сам. Вот этот клубочек имеет. Все, есть полностью, полностью клубочек, по которому иди. Опять-таки. Главное, иди. Давай возьмем аутизм. Сколько детей, кто, вот родители видят реальный результат, у детей пошло. Сколько родителей после этого начало учиться. Застряли на практике зеркало, как я изменился, проявился, анкеты и легализация чувств. И до сих пор в чате это основные практики. То есть дальше не пошли, дальше пошли единицы. Но те единицы, что пошли, сегодня имеют выход детей. Да, да. Но даже это не служит для остальных примером. Банально. Это может быть жадность. Это может быть человек экономит на себе, на ребенке, еще на чем-то. Но ты же видишь, что ребенок до конца не выздоровел. Ты же видишь, что ты путь трансформационный не прошел. И ты видишь, что ты сам не можешь его пройти. Ну так возьми помощь. А не кричи как. Да, а человек, как вот выйти, как мы говорим всегда, вышел на остановки. Все уже вот как бы вроде бы двинулось. И он сходит. И остается. И остается. Ты посадил его на поезд ехать, он вышел. А он вышел. Просто вышел в силу... Ну да, он найдет причины. Он найдет причины. Да. Причем причины, заметь, вот я когда наблюдаю за людьми, причины разные. Зачастую причиной является отец. Да. Отец ребенка или муж. Да, что он запрещает. Он запрещает, он не верит, он не дает, он еще что-то. Так вот ты до того, как обратиться, разберись с мужем. Да. Либо вы идете вдвоем и вдвоем работаете, либо вы не приходите. Возьми ответственность. Ты либо двигаешься, либо тогда не начинай двигаться. Точка старта. Вот эта точка старта, это принятие решения. Если речь идет о ребенке, это решение отца и матери. Если это решение о своем здоровье, значит свое решение, значит я двигаюсь, значит я делаю все. Я вот вспоминаю себя, там 2000 какой-то год, вот был момент, когда я увлеклась психотехниками. И я понимала, мне это безумно интересно. И вот людям дают что-то, и человек записывает, записывает, потом не делает. Записывает, записывает, потом не делает. Я не знаю, у меня не было ни одной психотехнической базы, которую бы я не отработала от и до. То есть я получала какую-то информацию. Ты подходила со всей ответственностью. 100%. У меня было решение до того, как взять новую психотехническую базу, ее полностью прорабатывала. От А до Я. И тот же самый, то что я была организатором, мне помогало в этом деле, потому что иначе бы я разорилась просто на обучении. Когда ты 9 раз проходишь один и тот же курс, это очень показательно. И этот курс стоит 500 долларов. Умножь 9 раз на 500, это только один курс. То есть вот эти вещи, они позволяли тебе быть, присутствовать, слушать и отрабатывать, 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 отрабатывать. То есть это ответственный подход. Это взятие на себя ответственности за то, что ты делаешь. Поэтому сегодня, когда мне называют какое-то направление, я знаю тонкости этого направления. Они все прожиты в моем теле, потому что это было мое хобби. Потому что я чувствовала, что мне это надо, мне это интересно, я это делала для себя. Тогда получается, человек, который приходит к нам и говорит, вылечите меня, он это делает не для себя, который не работает и не хочет меняться. Зачем ему обучение, он же не для себя, здоровья ему не надо. И его психика понимает, тебе не надо здоровья, какой результат ты хочешь. Ты же это делаешь не для себя. У нас принято, дай, дай, бесплатно, дай. А когда ты даешь бесплатно, а не работает. А когда даешь бесплатно, то просто обесценивается. И тебе же съедят, сожжут. Банальный пример моего сына. Моему сыну бесплатно достался курс обучения, который стоит 20 тысяч долларов. Чтобы попасть на этот курс, люди платят 20 тысяч долларов. Он попал к нему бесплатно. Можно спросить, досмотрел ли он его до конца. А если бы он 20-ку выложил, он бы досмотрел. Вот и все. Вот и все объяснение. Да, так оно так. И поэтому говорят, что когда говорят, вот если ты даешь бесплатно, в тебе есть знания, ты давай их бесплатно. Вот это правильно. Так вот нет. Это как раз таки разрушающий момент. И тебя, и второго человека, которому ты это даешь. Потому что обесценивая себя, ты разрушаешь себя. Обесценивая. Что одну сторону возьмешь, что другую. И там, и там обесценивание. И там, и там будет разрушение. Все распыление. Распыление. Должно быть. Если тебе, если человеку не интересно, ты ему, то есть если он этим не горит, и ты ему даешь бесплатно. Ну вот, ну это просто будет, дай огонь человеку, которому он не нужен. Этот огонь ему похерит. Просто вот потушит его. Поэтому всегда, если не интересно, то деньги. Как зацепить? Если не ценишь себя, то болезнь. А как зацепить? Как тебе сдвинуть место? Так. Только так. Потому что и деньги, и болезнь заставляют двигаться. Чтобы имелись деньги, надо двигаться. Чтобы было здоровье, надо двигаться. Да. Надо делать. И надо взять ответственность на себя. Да. И ты берешь ответственность, и тогда ты тупо, мало того, что отрабатываешь эти практики, ты повторяешь те практикумы, которые ты купил, ты повторяешь те же коллективные погружения, которые ты взял. Тогда ты выбираешь, что взять. Ты под себя сидишь. Ты скажите мне, а я отобью, что мне это не надо. Да, да, да. Нет, ты начинаешь сам выбирать то, что тебе надо, и ты начинаешь двигаться. И смотри, какой парадокс возникает. У меня вот этот вот парадокс иногда от него дыхание просто перекрывает, да, от масштаба. Цель игры под названием жизнь, то есть вот Бог распылился, рассыпался, собраться. Бог собирается в одно. Для этого надо вернуться в себя. Чем больше людей вспомнят, что они боги, чем больше людей откроют в себе вот в этот внутренний свет, чем больше людей вернутся к себе. Помнишь, у нас даже есть описание в книгах вот этот момент выхода бога, да? Чем больше людей вернутся к себе, суть игры вернутся к себе. Тем быстрее, тем быстрее соберется Бог, да, грубо говоря. Человек, когда Бог распылился, направление внимания наружу, человек зацеплен за коллективное. И для того, чтобы начать, вообще начать путь возвращения к себе, ему надо изменить восприятие, надо повернуть зеркало в другую сторону, пойти в другую сторону, то есть не наружу, а вовнутрь. Это цель игры. Цель игры, в которую ты играешь, тысячи жизней. Цель игры, в которую ты страдаешь. Цель игры, зачем у тебя вот этот день длиною в жизнь. Это цель. И теперь смотри. В какой-то момент есть те, кто уже проснулся, да? Книги пишутся завидной периодичностью, там Бог вспоминает, кто он есть, и он подкидывает книги. Эти книги вовремя успевают закрыться. Их где-то закрывают, и к ним имеют доступ ограниченное количество лиц. Сейчас вот у человека есть возможность. Вот есть книги, они в доступе, ты можешь их купить, они есть. Есть семинары с состояниями, где тебе вообще дают вот это состояние вот так прорабатываться. Вот этот кусок пути ты можешь пройти так. А вот этот кусок пути ты можешь пройти так. А этот ты можешь пройти так. У тебя есть клубочек, по которому ты можешь идти. И я поражаюсь. Человек, даже в нашем окружении, люди видят. Люди вроде бы понимают это. Даже некоторые осознают. И при этом. А, будильник прозвонил, да? А у меня еще есть 5 минут. Ну хорошо, я это еще 5 минут. И все. А в это время так это сворачивает. Все. И уходит. И возможность уходит. И утикает возможность ушла. Ты потерял свое время. Ты его просто профукал свой шанс. Мне очень нравился образ пространства возможностей, как говорил о нем Лавров когда-то. Вот представьте, есть куб, и он вращается. И у него дверь с одной стороны. Куб вращается в разные стороны. Есть только один миг, когда дверь оказывается напротив тебя. И тебе кажется, что войти в нее ты можешь всегда. А ты в нее войти можешь только в этот миг. Либо ты входишь, либо ты не входишь. Больше этого шанса не будет. Так вот смотри, Бог распылился. И суть игры это развернуться, начать двигаться, собираться. А человечества нет. Бог вынесен. Бог вынесен, да? И движется наружу, продолжает. А сюда посмотреть страшно. Как это Бог ты? Как это? Как это я Бог? Как это, да? Я Бог? Как это? Я даже сказать вслух не могу, что я Бог. Это страшно. Это страшно. Все. Я не могу вслух сказать, что я Бог. Как только даже от мысли... Ну все мы Боги. Это про что? Это про силу или про славу? Вот оно. Поэтому, когда я понимаю, что мы можем культивировать в человеке слабость, хе-хе-хе, там Боги, мы к нему обратимся. Но сделают, помогут, хорошо, не помогут, хрен с ними. Нет. Нет. Нет, дорогие. Жизнь вечно. Нет и нет, да. И тогда, когда ты уже имеешь и работаешь с людьми подготовленными, смотри, какие быстрые результаты. Кстати, насчет результатов. У меня вчера был разговор, очередное обсуждение, да, на тему выпуска новых фильмов. То есть выделить на это время, ресурс, на то, что снимаем, монтируем и так далее, и выпускаем новую партию фильмов по результатам. Я пока высказываюсь против. Могу объяснить свою позицию. То есть, ну, есть, ну, там, где вот действительно люди знакомы, и там, где можно выпустить, я не против, там, уделить им внимание, да. Да, но вот те, где не было такого нашего, ну, прямого, по сути дела, контакта, где мы вот работали удаленно и хорошие результаты, я против. Есть такой момент, когда ты выводишь человека из болезни, вот болезнь ушла, выключилась. У нас такое не раз было, да, вот была онкология, выключилась онкология. И вот это как рубильник. Пум, ты переводишь человека на новую жизнь. Если человек при этом не изменился, его сознание не изменилось, то он себе вернет новую болезнь. Он не вернет болезнь только в одном случае. Вот это вот переключение рубильника – это благодарность. Через благодарность он закрыл болезнь полностью. Но благодарность может быть только в одном случае, когда он изменился. Таким образом, индикатором его изменений для нас является его благодарность. И причем это не какая-то материально выраженная благодарность, это искренняя благодарность, когда ты настраиваешься человека, оттуда идет свет в твою сторону. А он, когда благодарен, он не злость, не осуждение, не еще что-то. Вот настраиваясь на человека, всегда человек идет поток информации. На какой частоте он идет? Сразу. Вот ты настраиваешься на человека и понимаешь, вот оттуда идет благодарность, а оттуда идет злость, а оттуда идет обида. И ты понимаешь, в каком состоянии. Оттуда идет ложь. Оттуда идет ложь. Оттуда идет лень. Первое состояние ты снимаешь сразу Оно молниеносно Так вот, когда от человека идет благодарность Ты понимаешь, все, он вышел И когда идет благодарность Случаются чудеса У человека поднимается желание У самого снять фильм У самого Сделать что-то Чтобы проявить Когда он искренне благодарен Это вот именно искренняя часть И тогда Нам не надо тратить время Деньги, ресурсы свои На то, чтобы этим заниматься Человек благодарен и он это сам Сделает Он тогда это делает сам Видишь, как оно идет В делегирование И по восьмерочке уходит И когда человек доходит до этой стадии Сто процентов Сто процентов он будет здоров Сто процентов он вышел из заболевания Это безвозвратно Потому что когда Он перешел Да, он перешел в другую реальность Потому что когда Я благодарен, но при этом Не, они какие-то такие Вот эта хитрость еще от человека Прет или еще что-то Вот вроде он на самом деле Спасибо говорит Но от него вместо спасибо идет Такая лживость мелкая Сомнение Сомнение И в это время ты понимаешь Рубильник так И перелетел на следующее заболевание Нету Нету Это внутри человека нету И ты здесь солгать не можешь И ты не можешь придумать это Ты можешь сколько угодно Рассказывать фантазийно эти Вот как Можешь почитать в интернете сейчас В инстаграме Ой, мне баба Люба помогла Прекрасно Настройся на того Кто это пишет Ложь Да? А когда это все идет искренне Такие же порывы Вот идут Когда приходят сообщения В моменте здесь сейчас Сегодня Большое пришло сообщение В моменте здесь и сейчас А вот человек порывом Пишет изменения И ты понимаешь Вот он Поток идет И там искренне благодарность Письменно Пускай будет письменно Но это тоже благодарность Но те же самые фильмы Могут быть такой же благодарностью Да И тогда У нас не будет потери времени Потому что Вот когда начали обсуждать Что инфодайвинг там Быстро распространяется Много книг Очень быстрое развитие идет И тут же мне говорят Нормальная команда У журналиста 30 человек Которые там снимают Монтируют и так далее Все, театр пошел Лос Театр пошел Одного актера На хрен мне это надо 100% Если мы говорим об искренности Он человек сам пускай идет и делает Ну да, качество будет не такое Об искренности И об ответственности Это же ведь тоже Это об этом Да, но зато это честно И равных И на равных И у человека появляется реализация А вдруг пока он будет снимать Он зацепится Ему это понравится В общей лекции Или там фото будет делать И у него целая профессия Появится новая Ты же никогда не знаешь В какую степь человека Закинет его бога Где его интересы проявятся Но закинуть может Благодарность Только благодарность Искренняя благодарность Искренняя благодарность Поэтому вот эти вот вещи Оказываются сопряженные Консультативные с этим Сопряженные Поэтому я за то, чтобы Вот человек приходит Полная самостоятельность Я нигде ни в одном месте Не потакаю человека Максимум телефон техподдержки Вот Приходит, начинает работать Читает, знакомится Начинает читать, меняться Да, она Особенно вторую книгу прочесть Я понимаю Я имею ввиду подсознание Если из инфодайинга брать Инфодайинг подсознание Прочесть Тут особенно у мужиков Мозг скручивается Хорошо Пропусти подсознание Пока Ты вернешься к ней Десятой Ты все равно к ней вернешься Все равно Если мы начнем рассматривать Иллюзиониста Мы полностью сядем На вторую книгу Но она самая тяжелая Возьми счастье Она проще Начни с чего-то Начни запусти процесс осознавания Начни видеть мир по-другому Позволь себе увидеть его Не материальным А иллюзорным И тогда вернешь в себя ответственный Что ты создал эту иллюзию И тогда вернешь в себя себя Когда ты начнешь осознавать Зачем я вру себе Что мне вот это надо Мне не вот это надо А вот это И тогда очень многие вещи Становятся на свои места Хотя бы прочитав книги Уже ты понимаешь Что человек Услышит тебя Услышит то, что ты говоришь И да И он Он уже готов В принципе готов Помнишь Это вот недавняя консультация Когда делаем консультацию И понимаем Человек вообще не подготовленный Вообще И обратная связь Мы предложили Три дня помолчать Потому что Три дня С нами будет Будет разговаривать змея Да Человек не услышал На второй день Присылает письмо Мы читаем письмо От змеи Да Но при этом благодарственное Но настраиваешься Там есть благодарность Нет Там еще змея Человек не услышал Потому что не готов Не подготовился Не подготовился Но он все равно вернется Ну все равно у него будет отсрочка И по болезни будет отсрочка Все будет отсрочка Но А какой смысл Если человек не изменится То давать ему Вот в эту игру с ним играть Тратить на него время Слушай Сейчас столько людей Которые просыпаются Удели внимание им А понимаешь Тут с нашей стороны Надо уже выбирать На ком ты держишь внимание А нам ведь с кем интереснее Когда человек просыпается Да Кто просыпается И мы Мы и этот человек Мы одинаково получаем У тебя 24 часа в сутках Вопрос Кому ты это время Уделишь внимание Твое внимание ценно Вот На чем ты будешь Держать внимание На повторе Или же на развитие На том что ты будешь В зад пихать А тебе будут пихать Я сегодня Я не могу Я злюсь Я такая Я сякая Я как врала себе Так и вру Ну так ты же уже пишешь Вот ответ на твой вопрос Тебе что сказано сделать Кто за тебя это будет делать Ты ждешь Что мы сейчас будем работать За тебя это уберем Нет Это твой кусок работы Но ты же видишь Что твой ребенок меняется Видишь И тысячу раз произносим Тысячу раз Начните двигаться Начните читать Начните изучать Начните делать Нет Вот смотри Вот эти Задается вопрос Как Что делать Как Все есть Все абсолютно есть в доступе Все есть в доступе Самое интересное Что вот Я сейчас когда оглядываюсь На этот мир мертвых Вот эти озарения Которые после этого Осознание ценности жизни Осознание ценности времени Времени Да Оно приводит к тому Что нечего Здесь терять Здесь время течет Крайне быстро Вот там время течет Медленно Совсем медленно Совсем медленно Очень медленно Вот там ты можешь И осознать И зависнуть И тебя Растянет В нирвану Да Это там Но здесь Вот у тебя Время Ресурс Ограничен Ты время себе Можешь удлинить Только в моменте Здесь и сейчас Делая У тебя нету Времени Профукивать Жизнь Нету И тогда получается Нету времени быть где-то Вот Нету времени быть где-то Ты только здесь И тогда Где твое внимание Там создание Ты видишь Что этому человеку Нужна помощь Ты можешь ему помочь Ты просто уделишь ему внимание Потому что ты видишь Что человек двигается А если ты видишь Что человек играет в игру И просто тупит Врет Экономит И так далее Ну Это твое дело Это твой выбор Ну да И тогда наши консультации Ну еще есть Такой вопрос Что первичная работа стажеров Он тоже поднимается Теперь Да Да На самом деле И как бы Тоже есть вот такая ступенька Которая Которая помогает Ведь стажеры тоже для себя Уровень проходит Какое-то Развитие своего И благодаря людям Они Они развиваются И люди получают И после этого Мы уже видим Что человек более-менее Подготовленный приходит Но именно бесценно время Оно просто бесценно И тогда мы Не тратим свое время И когда человек его обесценивает Время Вот это вот Да Так он его обесценивает Это обесценивается наше время Мы обесцениваем свое время Когда мы ведем Такие консультации Когда мы И тысячу раз повторяем Да И тысячу раз повторяем Одно и то же Когда мы тоже обесцениваем Все есть в записи Все И наши записи курсов В записи книг Погружение В книгах Там чистый поток Там человек Окунаясь в наши курсы, в наше погружение идет в чистом потоке. Если мы их будем повторять, этого потока не будет. Ну вот смотри, тут может вылезти обратная сторона. Человек приходит и говорит, ну вот я читаю книги, я сам занимаюсь, я сам иду ровненько, так же по вашему пути, но заболевание не выключается. Сто процентов. Так, скорее всего, так и будет. А будет по одной банальной причине. Ты делаешь, ты начал двигаться, но ресурс твоего компьютера забит, вот как только что мой мобильный телефон, да? Он заполнен, он не может снимать видео, надо удалить то, что там было, почистить. И тогда он будет снимать другое видео, но сперва старое надо удалить. А так человек, получается, все вкопит в себе. Да. Сам ты у себя удалить не можешь. Значит, в таком случае, вот консультация, мы помогаем, удаляем, у тебя фух, другой простор. Но ты уже будешь знать, что ты снимаешь. Ты уже не порнухи себе закачиваешь с троянами и вирусами, а ты занимаешься своим созданием, своей реализацией, своим творчеством. То, что ты создаешь. И тогда ты не создаешь болезни. Заметь, вот опять-таки консультации. Уже люди, которые в теме. Как только включаешь вот эту опцию создающего сознания, просто очищаешь и все, человек напрямую валит. Нет больше то, что его стягивает в коллективные игры. Отключил эти крылья. И сегодня тоже, кстати, такое письмо получила. Человек просит о помощи. Вот вроде все хорошо. И понимаю, что и состояние стараюсь держать. Но тут там на работе это вышло, тут это пришлось вручную делать, тут это. Что? Я понимаю состояние. Ты сел за руль автомобиля, а ездить ты еще не умеешь. Ты не привык создавать осознанно, да? А все валится. Потому что внимание зацепилось, создал. Внимание зацепилось, создал. А еще и коллективное помогает. Компьютер не подчинился, а поломался, да? Но он же мог точно так же и подчиниться. Это же твое сознание сейчас работает. И вот эти вот моменты, я пишу, так радуйтесь. Во всяком случае, вы не держите внимание на здоровье. И вы не заболели. Потому что есть те люди, кому мы подключили, кто заболел. Кто первое, что начал создавать болезни из коллективного. Это что, это ковид, да? Которые сейчас. Но они сейчас на этом учатся. А как ты хочешь научиться ездить на автомобиле? Потому что это происходит быстро. Твое сознание все равно создающее. Если ты робот-автомат, то все сценарии у тебя написаны. И мы об этом всегда говорим. Ты даже мороженое в магазине не выбираешь. Оно уже выбрано за тебя. Ты идешь по автоматическому сценарию. У тебя две ловушки. Рот и карма. Первый пол жизни ты отработал карму. Второй рот. Все. Автоматический сценарий. У тебя нет выбора вообще. Ты профукал жизнь. Ты профукал жизнь. Ты проспал ее. Ты спишь, потому что у тебя работает только надсознание. И в лучшем случае при переходе в ночь ты можешь уловить какие-то элементы снов. Да? У тебя гипноз работает, засыпание. И твоя суть засыпает все глубже, глубже, глубже. Бог все больше выключается. И все меньше вопрос работы подсознательной части, отсознанной. Она как бы отделяется от надсознания. Это зеркало грязное. Подсознание себе, надсознание себе. Вот твои болезни, вот смертность, вот конечность бытия и так далее. Вот это все об этом. Адам 900 лет жил. Просто зеркала были чистые. И это был выбор его. Поэтому, когда вот эти вещи видишь в психике, осознаешь, понимаешь, что сперва чистые зеркала. Сперва баланс надсознание, подсознание. Вообще включить, разбудить Бога, чтобы он проснулся. Так верни тогда рассвет. Верни рассвет. Религия. Верни рассвет, который ты забрала у людей. Убрав инкарнационный цикл. Верни пробуждение, просыпание человека. И тогда мы поговорим и о психическом здоровье, и о физическом здоровье. Верни следующий день. Верни следующий день. Поговорим тогда о здоровье человека, если ты это вернешь. А это вернется с ответственностью, с возвращением Бога в человека. А иначе не вернется. Потому что когда отрублена следующая жизнь, предыдущая, то есть вот есть только одна жизнь, что человек делает, что сознание, которое не имеет развития, оно начинает во все тяжкие. Просто жизнь одна, и ее надо прожить. Он прожигает эту жизнь. Он прожигает. И плюет. И плюет под себя. А какая разница, что после меня будет. Мне без разницы, что после меня. Частая фраза, правда? Какая разница, что там после меня будет. После меня, да. И все. Пум-пум-пум. Это то же самое сказать, что А, у меня один день, какая мне разница. А там завтрашний какой день. Как я его проживу? Как я его проживу? Все равно я уже умираю. Просто полностью по образу и по духу. Кстати, уже даже видела, как в интернет выкладывают. Я умираю. Вот, все. Цветы, больницы, я умираю. И театр. И так смотришь, две недели театр, три недели. Она все помирает и помирает. Дура могла бы это прожить нормально. А все помирает. А она играет роль в роли умирающей. В роли умирающей. Ты наоборот поднимись. Ты используй, сколько тебе осталось. Допустим, ты уже попала в эту жопу. Используй свое время на что-то интересное. Пусть тебе вот сейчас, ты знаешь, что у тебя считанное. Да хотя бы это благодари, чтобы закрыть пол своей жизни. Хотя бы начни сговорить. Да хотя бы даже прежде, чем до благодарности. Просто вот попробуй. Я хотела тем-то заниматься. Значит, пробы. Я хотела что-то прочитать. Читай. Ну хотя бы, да. А человек начинает вариться в этом. Все. Он умирает. И еще и театр устраивает. Показное. Все на вынос. Нету человека. Посмотри, как мы жестко. На нас можно сказать, какие вы жесткие. А на самом деле. А на самом деле. Да. А вот именно. Как мне там одна писала. Я уже пять лет лежу. А почему? Чего и вам желательно. Почему? Сатана изгой. Именно по этому причине тоже. Потому что правда. Любовь. Это на самом деле и есть истина. Любовь, когда ты говоришь суть, а не льешь ложь. Воду. Да. Не плетешь. Не распыляешь ничего. А конкретно выдаешь суть. Да. Это и есть твой шанс. То есть это и есть шанс на самом деле проснуться и жить. Так мы же, когда утром просыпаемся, вот чем отличается засыпание от пробуждения? Мы, когда засыпаем, мы оставляем прошлый день. Ну, кто-то так оставляет, кто-то благодарит его. И все. И ты потек. Тое сознание потепло. Там закончилось. И силы, вот силы иссякают, ты уходишь в солнце, тебя вытекает. Силы уходят. Ты провалился, заснул. Когда ты просыпаешься, вот твое сознание возвращается, у тебя тело бурлит, у тебя куча ресурсов. Ты прям чувствуешь этот ресурс. Прилив сил. Да. До момента, вот знаешь, такое утреннее пробуждение. До момента, когда ты, да, из вчерашнего какахи не прилетают. И если ты с нуля создаешь день, то он чисто созданный вообще другой. С этого света, вот как рожденный человек. А если ты начинаешь вспоминать прошлый год и перекинул все говно сюда. Да, когда ты не осознаешь благодать, там туда. Вот. Да. Вот, и оно, это говно, оно тут же, ты его сам себе сюда. Сам пекинул. А ты его сюда сам притягиваешь, и блин. И пошел в день. И пошел в день. А на самом деле ты проснулся чистенький, с огромным количеством ресурсов, новенький. И так можно начать жизнь каждый день с чистого листа. Да? Да. Такие вещи, если... И это очевидная вещь? Да. Если этим вещам обучать деток уже в садике. Ну, не обучать, а показывать, как делать. Вот, деток в садике. Тут клиентов наших обучать. Как вам, мамочки, как вам, болеющие? Как вам взять ответственность за свою жизнь на себя? А смотри, ну, да. А смотри, мы говорим очевидные вещи, которые, ну, как мне кажется, разжеваны просто. А смотри, что получается. Большинству надо не только разжевать, но еще и помочь проглотить. Ты знаешь, здесь есть такая тема, это тема, на самом деле, хитрости и лжи, когда человек никогда не брал ответственность за свою жизнь на себя. Есть такой момент. Вот человеку говоришь, требуется это, это и это. Практики такие-то, такие-то. Если там обращение к врачу, то такое-то и такое. Вот последний пример давай возьмем. Когда мы припечатывали, просто припечатывали, говорили, что они убивают ребенка, припечатывали к стенке. Сказали вызвать скорую помощь. Вот банальный пример. Приехала скорая. Скорую они вызвали под угрозой, что мы написали, что это предумышленное убийство. Да? Скорую они вызвали. Хорошо. Скорая дала рекомендации. Скажи, пожалуйста, что они сделали? Как они отбивали? Вы же нам говорили, что лекарства давать нельзя, поэтому мы вот это все ничего делать не будем. Щепро. Смотри, какое хитросплетение. Да, да, пошла сразу. Вы затравили ребенка, вы его фактически отправляете на тот свет. И вы лжете постоянно. Здесь виновата скорая, здесь виноват врач, здесь виноват гомеопат, здесь фитотерапевт. Абсолютно все виноваты. Да, но при этом ты же давала ему это все в рот. А здесь пусто. Пусто, да. Ты давала это все в рот. Ты подносила в ложке это говно ребенку в рот, ты травила ребенка. Кто-то, а ты. Кто-то, ты. И ты в этот момент вынесла ответственность на всех. Хорошо. Или тот сказал. Сделали проще. Скорая и припечатали скорая. Официальная медицина. И слава богу есть медицина. Что они сделали? Они обосрали официальную медицину. Как работать с людьми? И они мне пишут еще об одной консультации. Ребят, исключено. Давайте будем брать ответственность. Кто держит ложку и что вливает в рот ребенку. Без этого нет. Пока нет ответственности. И вообще вот в этой семье я жестко настаиваю на передачу ребенка в другую семью. Потому что я боюсь за его здоровье. Да, а потому что, знаешь, вот жестко настаиваем, да? Почему? Потому что знаем, что это единственный шанс. Единственный шанс у ребенка быть здоровым. Не ского скопировать здоровую информацию. Дома никого нет. Причем нет ни у бабушек, ни у дедушек, ни у пап, ни у мам. Ни у кого никого дома нет. Все вот-вот. И нигде меня нет. И при этом я люблю его. Я люблю ребенку боль. В какой период времени? Не хочу даже проговаривать. Если в тебе так болело. Это о любви? Да, там бесчувственность. Поэтому, вот когда такое, какие облегчения давать? Какое? Нет, дорогой. Вот начал, сперва пошел обучение, сперва пошел развитие, чтение, изменения. Может, по-другому глаза начнут смотреть на своих детей, на своих мужей, на свою семью. Все по-другому. Ответственность вернется. Вот тогда только консультация. Вот тогда только помощь. А так нет. Да? Иначе быть не может. Потому что вот так ловить и припечатывать к стене, куда ускользнет дальше этот слезняк. И объяснить, а что жопу вытирать нужно туалетной бумагой? Ой, а мы в этот раз решили пальцем. Так ведь на самом деле задают вопросы такие, на которые, ну, я не знаю, мне кажется, ребенок ответил бы. Да, в том-то и дело, вот это вот ускользание, когда ты просто смотришь и думаешь, блин, да там вообще мозга нет. И меня в ступор ставило много раз, и я понимала, что это вот тот случай, когда конкретно нет, 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 не должно быть такого. Но и нам это было хорошим зеркалом, нам это показывало. Ребята, вы наносите вред подсознанию людей, у них запрос на проживание этого опыта. Дайте прожить. Зачем вы сюда влезли? Знаешь, это у меня вот так, это же было, еще до Мира Мертвых такие же озарения были. Помнишь, у нас был момент, когда мы учились останавливать смерть, да, человек не умирал и не мог умереть какое-то время. Да, и вот даже есть случаи, которые затянулись. А смотри, как люди мучаются. А зачем мы это сделали? Мы это свое потешили. У меня есть боль на эту тему. Ну, а у меня нет боли. Тут, знаешь, это опыт. Боли нет. Боли нет, это опыт, и этот опыт нужен. И тому человеку тоже нужен. Вернее, даже не человеку, а окружению. Окружение. Там окружение. Окружение учится любить таким образом, я это понимаю. То есть там идет игра, и подсознание уже вписало это в гармонию. Но я когда на это смотрю, я понимаю, что каждый раз есть выбор у нас. Так, мы на этом получили опыт. Именно на этом получили опыт. Так же, как вот с этими родителями, которые издеваются над ребенком. Точно так же. Мы на этом увидели стоп. Есть определенная, ну, будем говорить, планка, да, черта, до которой должны дойти родители и перешагнуть. И вот тогда только можно протянуть им руку. Иначе ты будешь протягивать, у тебя есть риск свалиться. Просто рухнуть туда, тянуться. Вот, дошли, помогли. Пошли мы дальше. А так, а ты здесь, получается, ты протянул и тяни. Да, и ты вези. И себе вези, да. Да. Мы уже как блохи рады перебраться. Да. При этом, чтоб ты не говорил, как в дыру. Чтоб ты не показывал, как в дыру. Все. Да, поэтому по консультациям я за то, чтобы мы с апреля полностью изменили условия нашей работы. Возможно, поставили прослойку стажеров. Возможно, поставили прослойку курсов. Возможно, поставили прослойку книг. Невозможно, а это уже есть, да? Да, да. Это уже обязательно. Но человек должен прийти подготовленный. Да, необходимый. Человек должен прийти, который уже начал работать. Который осознает ценность консультации и не профукает этот шанс. И его не надо будет вести на себе. Ты ему помог, зачистил, убрал, и он больше не обосрется. По сути дела, каждый человек имеет психику как музыкальный инструмент, да? Вот музыкальный инструмент, который как-то звучит. Есть люди, у которых этот музыкальный инструмент еще звучит, но они на нем не умеют играть. Есть у которых он уже расстроен и уже никак не звучит. А есть у кого он переполнен навозом так, что там даже струны уже не дергаются. Он просто уже тонет, и он уже тонет в каких-то заболеваниях. Так вот наша задача – это слить вот это говно, очистить этот музыкальный инструмент и дать человеку методику, как на нем играть. Методика, вон записаны курсы, семинары, тренинги, описаны в книгах. Иди и учись играть. Все равно тебе надо научиться играть. Без этого ты не придешь к себе. Ты не сможешь звучать нормально. Твоя речь не будет создающей, не будет проявляющей. Ты не сможешь, по сути дела, ты не сможешь до конца проснуться. Ты не встретишь рассвет вот с этим ресурсом силовым. Но вот то, что я сказала человекам, которые там адекватные, ну в кавычках адекватные, очень умные, он скажет, ой, набор слов, которые ничего не значат. Нифига, это смысл жизни. Вернуться к себе. Смысл жизни, ты пришел для этого играть. Но ты, когда лжешь себе, говоришь, я пришел сюда, чтобы во все тяжкие. Нифига, что жизнь у меня одна. Вот религиозный вред. Вот оно. Обрезающий вообще. Обрезающий. По парадоксу крылья. Но при этом мы тоже, когда обрезаем качели, у человека появляется движение впервые. Движение. Возвращение в момент здесь и сейчас. На самом деле, когда я смотрю на религию, я вижу, что в ней были очень хорошие задумки, которые просто… В начале. В начале, да. То есть то, что положено в основу, положены хорошие вещи. Но они перевраны. То есть они положены на возвращение к себе, а их вывернули на изнану на уход. Под выгоду, под… Под выгоду, под материальную конкретно. То есть конкретно человек развернут на 180 градусов. И назад развернуться – ни-ни. И ни-ни. Это очень страшно. В себя не ходи, Бог снаружи. Вот он разворот. И полностью уход во внешнее. И получается, что человек всю жизнь идет от себя, от себя, от себя. Распыляется, 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 и все. А задача игры – собраться. Вернуться. И тот человек, который вот слушая нас, и у него внутри будет резонанс, да, блин, ну вот правда уж говорят. Вот просто сесть и почувствовать. Правда уж говорят. И даже в книгах, в парадоксальном восприятии я понимала, что книга идет очень жесткая. Вообще просто убойная. И я понимала, что человек умом оценить ее не сможет. Где правда, где ложь. Вот сядь, закрой глаза и почувствуй. Чувствуй. Просто чувствуй. И тогда ты услышишь. И ты тогда услышишь, где да, где нет. Смотри, человек валит от себя далеко-далеко. И тогда можно сказать, что действительно люди уменьшаются. Действительно были. Ну, были большие, были старшие, стали маленькие. Все дальше и дальше. Ресурс распыляется, как у муравьев. Кстати, заметь, если мы возьмем чем южнее стран, да, вот в которых нам приходилось бывать вместе, тоже смотри, какие там люди низкого роста. Мужчины максимально мой рост, а то и по плечу мне. Вот мы сейчас прилетели, да. Да, у них 150. Это, наверное, уже планка высо. Вот 160, наверное. 160 – это уже высокие. Это уже высокие, да. И это, попробуй им расскажи на эти темы поговорить с ними. Нет. Никогда в жизни. Ты даже затронуть такую тему не можешь. Нет, он даже и тут не то, что не услышится и не увидится ничего, тут вообще ничего не будет. Поэтому, поэтому очень классно, что наши книги издаются в Беларуси. Конечно. И свет пойдет отсюда. И возвращение ответственности и Бога будет здесь. Все будет здесь. Потому что беларусы слышат. Я знаю, что очень многие беларусы нас читают. Беларусы нас слышат. И россияне нас слышат и читают. И украинцы. Там много нас слышат. Да. Очень много. Русскоязычное пространство нас очень много. Уже передают, уже перебрасывают книги. Уже пошла волна. Просто пошла волна. Никуда от нее не деться. Да. Уже информация попала в коллективное. Только еще есть, остается вот эта вот тень страха. Страх. Который не дает человеку выйти из этой пелены и свободно, открыто. Здесь двухсторонний страх. Тут идет страх религиозный. Вот даже реакция на мой пост, который я в инстаграме выложила, печатный. Я посмотрела, там, тут же, там, такое количество подписок, а потом тут же количество новых подписок. То есть я посмотрела, как реакция прошла. Она волнообразна. Как коронавирус. Как коронавирус. Очень смелый. Класс. Фильтр такой. То есть реакция очень быстрая была. Она буквально в течение суток. И меня даже сперва удивила. Класс. 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 Класс.